Сегодня будем изготавливать простой, но очень нужный в хозяйстве инструмент. Для его изготовления в первую очередь потребуется латунный блин диаметром 17-18 мм. В моем случае это ножка от какого-то электронного прибора. Разумеется, можно задействовать и латунный кругляк. Я его приобрел, кстати, на медни. Однако кругляк в данном случае немного желковато. Обрабатываю торцы. Латунь на моем станке точится гораздо быстрее, удобнее и качественнее, нежели сталь. Но оно и не удивительно, ведь станок позиционируется как хоббийный, то есть предназначенный для работы с цветными металлами, древесиной и пластиком. На днях, к слову, были приобретены новый центр, вращающийся центр и селильный патрон с хвостовиком Konos Morse 1. Произведены сии изделия у нас в Украине. Качество на крепкую четверочку. Зачем купил, спросите вы. Дело в том, что имеющаяся у меня оснастка просто изжила свой ресурс. Например, хвостовик сверленого патрона из-за сильной выработки просто проворачивается в задние бабки. Да, да, вот еще что. Оснастка, я так понял, довольно другое удовольствие. Особенно оснастка для маленьких станков. Действительно говорят, что дополнительное оборудование стоит практически столько, сколько и стоит станок. Парадокс. Зажав заготовку между центрами, обрабатываю наружную поверхность. Сверлю сквозное отверстие диаметром 5,5 мм и нарезаю в нем резьбу М6. Получилась круглая латунная гайка диаметром 14 мм. Из кругляка диаметром 20 мм вытачиваю заготовку с хвостовиком диаметром 5,8 мм. Забегая на берет, скажу, что это будет некий цанговый зажим. Хвостовик диаметром 5,8 мм нужен для возможности последующей нарезки резьбы М6. Можно было бы выточить под резьбу и ровно 6 мм, но, как показала практика, на меди и латуни вполне успешно. Можно на пару десяток уменьшить диаметр. Нарезать резьбу легче и она, ну и резьба, то есть, получится вполне качественной. Сверлю отверстие диаметром 2 мм на глубину 16,5 мм. После сверления 2 мм сверлом рассверлю до 2,5 мм и до 3 мм. Можно было бы, опять же, сразу же просверлить тем сверлом диаметром, который необходим. Но ступенчатое сверление, как свидетельствует практика, обеспечивает гораздо большую точность. На конце вытачиваю конус. Размеры конуса я не привожу, поскольку в данном случае все зависит от личных предпочтений конструктора. Одно лишь подчеркну. Конус крайне желателен, ведь впоследствии это существенно повысит удобство работы с инструментом. Получилась вот такая незамысловатая деталь. Кроме упомянутого всего выше, было просверлено отверстие диаметром 4 мм и на хвостовике нарезана резьба М6. Теперь предстоит интересный и захватывающий этап. Фрезеровка. Имеется в наличии вот такая фреза. Для нее была выточена державка, ну а само крепление фрезы осуществляется посредством болта М8. Также была подготовлена шпилька с соответствующей резьбой. Это может быть, разумеется, и не шпилька, а допустим какой-то пруток. Главное, чтобы оправка, ну назову это нечто именно так, могла удобно разместиться в резцедержателе. Произвожу фрезеровку. Фрезеровка происходит очень даже, я вам скажу, неплохо. Ну, конечно, ощущается некоторая нехватка жесткости суппорта, но при отсутствии спешки работу можно выполнить вполне успешно. Последнее, что понадобится, так это выточить ручку для будущего инструмента. Ручка будет выполнена из капролона. Естественно, можно задействовать и другой материал, ну, например, древесину. Но у меня есть капролон, очень-очень хочется попробовать его в деле. Торцую, а также с одной из сторон сверлю отверстие, ну и нарезаю в нем резьбу М6. После этого, подперев заготовку, вращающимся центром обтачиваю наружную поверхность. Для того, чтобы ручка удобно располагалась в руке, а также для большей привлекательности, выполняю с обоих сторон конус. Собираю все детали в единую конструкцию, закручиваю цангу в круглую гайку и все это дело устанавливаю в ручку. Для надежности и исключения возможного откручивания использую эпоксидную смолу. Еще одна, на этот раз уже заключительная операция. Для нее понадобится неработоспособный метчик М2. Приобрел по случаю 10 штук, из них один с неправильной насечкой. Ну, ничего удивительного. К большому сожалению, реалии таковы, что понятие брак современный производитель попросту игнорирует. Зараза такая. Ну, производители в смысле. Отпускаю металл, для чего нагреваю его и даю остыть естественным способом. Несмотря на неходность всего изделия, как инструмента, металл, из которого он изготовлен, обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Сомневаюсь, конечно же, что здесь использован действительно быстрорез, но надежда все же теплится. Обтачиваю насечку с помощью надфиля. При этом придаю телу заготовки конусную форму, а кончик затачиваю. Закаливаю бывший метчик. Закаливаю только кончик. Именно он является рабочей частью, в то время как высокой твердости остальной части не требуется. Закаливая, делаю так называемый ленивый отпуск. То есть деталь оставляю остывать не в масле, а на свежем воздухе. Монтирую заточенный метчик и стягиваю цангу винтом М4 с гайкой. Ву-аля! Получилось высокотехнологическое шило. Можно играть в опасные игры, можно носить для самообороны, можно работать с кожей, можно производить разметку, можно осуществлять предварительное кернение отверстий и так далее и тому подобное. Конечно же можно купить подобного рода инструмент. Однако то, что продается, покупать я не хочу. Слишком уж качественный нынче товар, товарищи. Как минимум покупка такого товара может оказаться выброшенным на ветер деньхами. Ну а как минимум пробитым насквозь пальцем. К тому же, одной из целей изготовления было немного набить руку при работе на токарном станке. Но пасаран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...